Устав Твери внесут изменения. Депутаты городской думы провели очередное общественное обсуждение, на котором решался вопрос возможности возвращения права муниципальным органам обеспечивать участковых полицейских помещениями, передачу полномочий курирования транспортной системы и генплана города региональным властям. О том, как проходил диалог народных избранников в следующем сюжете. Изменения в главный документ города решили внести не просто так. Такую политику диктуют изменения в первую очередь в федеральном и региональном законодательствах, опираясь именно на них и принимаясь судьбоносные решения для города. К слову, на этот раз они напрямую коснулись и самих народных избранников. Изменения, которые будут внесены в уставы, которые рассматривались на том, что мы сейчас с вами обсуждаем, не касаются изменений федерального и регионального законодательства, а также некоторых моментов по организации работы Тверской городской думы. Время, которое было посвящено заседаниям, должно быть засчитано как рабочее. И никаких разногласий с работодателем на этой почве возникать не должно. Речь идет о депутатах, которые работают на непостоянной основе и вынуждены покидать основное место работы, чтобы присутствовать на мероприятиях. В федеральном законодательстве у нас меняются позиции, связанные с гарантиями для депутатов, работающих на непостоянной основе. Это связано с трудовым кодексом. Мы обязаны вписать в устав города Твери, что депутаты имеют определенные гарантии присутствия здесь, в Тверской городской думе, для отставания интересов своих избирателей в период заседаний, думы и постоянных комитетов. Не менее важной темой стало возвращение права местным органам самоуправления обеспечивать участковых полицейских помещениями, как жилыми, так и рабочими. То есть выделять квадратные метры для организации там опорного пункта полиции. Насущным вопросом стала и передача под контроль региональных властей генплана города. Более серьезная проблема, на мой взгляд, это ситуация с генеральным планом. Но она тоже понятна. Понятно потому, что сегодня город Тверь, он расширяется в своих границах. Мы много об этом говорим, о том, что необходимо к городу присоединить Калининский район. Есть еще различные предложения. Предложений немало, и все они должны быть тщательно проработаны с учетом мнения населения. Вместе с этим, что логично, решается вопрос также передачи в руки областных властей и транспортной системы. Общественное обсуждение завершится 9 ноября. Высказать свое мнение граждане могут через своих депутатов или оставить обращение на сайте Тверской городской думы.